Ипотерапия А во второй части передачи мы отправимся в увлекательное путешествие по контактному зоопарку и узнаем, каких его обитателей можно содержать в домашних условиях, а каких не стоит. Будет очень интересно, оставайтесь с нами. А знаете ли вы, что верховая езда не только красивый спорт, отдых на природе и возможность интересно провести время, но и эффективный способ реабилитации и лечения? Еще Гиппократ в IV веке до н.э. рассматривал верховую езду как часть гимнастики, способствующей нормализации функций организма и уменьшению последствий от заболевания. Она повышает жизненный тонус, однако настоящий интерес к этому феномену стал проявляться лишь в середине XX века. Вскоре ипотерапия, то есть реабилитация посредством лошади, лечебная верховая езда получила всеобщее признание как высокоэффективный метод лечения и реабилитации при многих серьезных заболеваниях и недугах. Большим преимуществом этого метода является широкий диапазон показаний к его применению. Конная терапия неоценима при лечении и профилактике сколиоза, неврозов, при многих желудочно-кишечных заболеваниях, остеохондрозе, отдельных сенсорных расстройствах, психических недугах. С помощью ипотерапии реабилитацию проходят и дети с ДЦП. В комплексе с ипотерапией их лечение становится более эффективным. Регулярные занятия лечебной верховой ездой благоприятно влияют на весь организм, нормализуют деятельность сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем, снижают судорожную готовность, уровень сахара в крови у диабетиков. Как же проводятся занятия по лечебной верховой езде? Внимание на экран! Мы снова приехали в конно-спортивный клуб «Верона» и сегодня мы узнаем, что такое оздоровительная верховая езда и какое воздействие она оказывает на человека. Здравствуйте, Екатерина! Большое вам спасибо, что согласились с нами побеседовать. Расскажите нам, что такое ипотерапия. Здравствуйте! Оздоравливающая верховая езда, иначе известная как ипотерапия, известна в наше время где-то с 50-х годов 20-го века. В европейских странах, таких как Франция, Англия, скандинавские страны, началось развитие этого метода. В 80-х годах на базе Грузии, в СССР, этот метод начал разрабатываться у нас в стране. Непосредственно в России в 91-м году был открыт первый центр, который начал использовать этот метод, собирая знания, которые уже были по всему миру потихоньку. Ребенок едет на лошади в исходном положении, без седла, корпус ровный, при потребности держится за специальные ручки. Затем подключаются некоторые упражнения гимнастические. Мы тянемся одной рукой до ушек и второй рукой. Ребенок нагибается, задействована спина. Замечательно! Затем подключаются упражнения на заднюю часть лошади. Ребенок изучает заднее пространство за своей спиной. Затем используются упражнения со сменой положения. Ребенок пересаживается боком. При этом удерживает центр тяжести. И затем это в движении. Упражнение делается на шагу. Коновод ведет лошадь. Инструктор находится рядом с ребенком и постоянно страхует ребенка. В случае надобности родитель присоединяется и помогает инструктору страховать ребенка. Следующая смена положения – это езда задом наперед. В движении на шагу, опять же, работают мышцы спины, укрепляется корпус. При всем при этом расслабляются мышцы ног. Корректируется тонус. Те мышцы, которые напряжены, получают расслабление. А те мышцы, которым не хватает тонуса, как раз тренируются. Моя дочь зовут Александра. Ей 6 лет. Ну и вот где-то год мы занимаемся с ней ипотерапией. Даже чуть меньше года мы занимаемся с конца ноября. Как вы вообще узнали о том, что существует такая именно ипотерапия? На что она направлена? Как вы вообще первый раз пришли? Расскажите. Это была отдельная история. Но, во-первых, когда у тебя рождается особый ребенок, ты начинаешь хвататься за любую возможность. Ты ищешь людей, которые находятся в такой же проблеме и так далее. И, собственно говоря, ты начинаешь искать различные реабилитации. Мы перепробовали очень много вариаций на тему. И дельфинотерапия, и с собаками, и так далее, и же с ними. И вот один из вариантов нам подсказали ипотерапия. Первый раз мы попробовали, пришли на занятия с лошадьми. Ребенку было около полутора лет или двух. Однако, это было в центре Москвы, и от Подмосковья очень далеко просто ехать было. Поэтому все положительные эмоции, которые мы получали от этих занятий, они таяли в пробках. Поэтому мы выбрали, собственно говоря, сделать такой промежуток времени и заново начали где-то, как я сказала, с ноября. Когда я первый раз услышала про эпотерапию, я не совсем понимала, что она должна дать и, собственно говоря, в чем суть. Ну вот сидит ребенок на лошади. Ну вот его катают двое людей. Один тянет лошадь, другой держит ребенка. Собственно, где же занятие, какая от этого польза? На самом деле, любой ребенок, у которого те или иные проблемы в развитии, у него нарушен контакт с миром. То есть в моем случае, у моей дочери, она не понимает обращенную речь. Если понимает, то очень скудно, скажем так. И, соответственно, не может сама обратиться в разговоре как-то и так далее. Соответственно, контакт блокируется, мы не понимаем, что нам говорят и не можем выразить свои эмоции сами. И вот приводим мы ребенка к большому животному, садимся на него и начинаем быть одним организмом. Потому что в зависимости от того, как ребенок сидит на лошади, если он съезжает, лошадь начинает поворачивать лево. Если он там съезжает вправо, то лошадь поворачивает вправо. И у ребенка появляется такая мысль, боже мой, я управляю чем-то большим, живым, теплым. И она меня слушает. Вот такая вот огромная стихия, которая подчиняется мне. То есть ты всю жизнь ведомый, всю жизнь за тебя решают, пойдем направо, налево. И ты, в принципе, не можешь возразить, нет, не хочу, не буду. Не можешь сказать, я хочу, дай вот это, подай то, принеси и отдай. И тут вот некое огромное животное, которое тебя слушается. Это настолько дает сильный эмоциональный отзыв, что ребенок, это вообще первое занятие, первая вообще какая-либо терапия из всех возможных, где ребенок решил заниматься сам. То есть вот куда бы она ни шла, она идет совершенно апатично. То есть, ну, сказали идти, буду идти. А тут я достаю шлем, и она понимает, к лошадям. Загораются глаза, ребенок оживает, ребенок мчится и хочет заниматься лошадьми. И вот, собственно говоря, сейчас ребенок занимался, это было уже второе занятие за сегодня, да. И не усталости, ничего, то есть вот заставь ее заниматься чем-то. Только чувство восторга, наверное, да? Да, да, заставь ее заниматься. Вы как мама это чувствуете? Само собой, однозначно. Заставь ее заниматься чем-то другим, это будет совсем другое. Она пойдет в отказ, она там уберет руки, сожмет зубы и так далее. Вот. А здесь еще и еще. Вот. Ну и понятно, что когда мы чем-то занимаемся с радостью, то и результаты начинаются как бы... Да, 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 они есть прежде всего. Поэтому и физическое развитие подтягивается к этому всему. То есть если раньше ходьба, поднимание на лестницу, с лестницы, подставить стулы, забраться по стулу, что-то там достать и так далее. Моего ребенка с ходьбой были проблемы, а остальное просто вообще было за ненадобностью. То в данном случае, вот после, собственно говоря, как мы начали заниматься, да, ребенок начал чувствовать свое тело. Она стала понимать, у нее стали появляться причины-следственные связи, какие-то желания, волевые, то есть проявление своего, изъявление своей воли, да. Что очень ценно в данном случае, потому что, ну, собственно, это неудобно родителям, да, удобнее иметь покорного ребенка. Но на самом деле, как личность, как становление личности, это очень важно, что у ребенка есть свое желание, и он их всеми способами пытается донести. И сначала, ну и самое главное, да, это контакт сепотерапевтам. То есть сначала он поддерживается и дает отклик, дает контакт с этим человеком. А дальше ребенок думает, у меня получилось с лошадьми, значит, у меня должно получиться и с остальным миром. И вот, собственно говоря, ребенок начинает искать разные вариации на тему, как можно высказать свои желания. Екатерина, ответьте, пожалуйста, сколько надо заниматься ипотерапией? И вообще, это как курс проходит или все-таки разовые занятия? Ипотерапия является реабилитационным средством, поэтому, конечно же, эффективней в виде курса. Для того, чтобы увидеть прогресс, увидеть какой-то результат, необходимо около 10 занятий. Затем становится понятно, как мы двигаемся, к чему мы стремимся дальше. Если говорить о том, что ребенка ожидает впереди, вначале это занятие ипотерапией, затем это занятие с элементами верховой езды. Управление, езда в седле, затем перед ребенком открываются возможности выступления на паралимпийской выездке и участие в специальной олимпиаде. Вот такое вот упражнение. Мы обнимаем лошадь. Кроме того, что мы работаем с нашими мышцами, мы еще работаем с этим большим, теплым, добрым животным. Замечательно. И назад еще. Назад лечь. Ложись на лошадку. Мы ложимся на лошадь. Вот это положение очень расслабляет, оно очень эффективно для снятия тонуса, для снятия нервного перенапряжения, которым очень часто страдают дети. Вот на ходу, на ходу, как раз на шагу происходит наиболее эффективное воздействие на позвоночный столб и, как следствие, на мозг, что расслабляет нашу нервную систему. Объем. Давай. Молодец. Ногу ко мне. Подготовленный всадник поднимается сам в случае, если ребенок не может, ему обязательно помогает инструктор. Самостоятельно садится задом наперед и ложится на круг лошади, уже обнимая. Тоже очень расслабляющее упражнение. Положение головы тоже играет роль. Когда ребенок берет в руки уже повод, да, и старается лошадь поворачивать налево или направо по просьбе инструктора. Как я уже рассказывала, это уже следующий этап в занятиях верховой ездой. Вначале ипотерапия, потом верховая езда, затем у нас впереди участие в соревнованиях. Ножками он посылает лошадку вперед, она начинает шагать. И затем по просьбе инструктора он поворачивает лошадь. Для ребенка, имеющего расстройство аутичного спектра, это очень непросто. Не просто скоординировать свои движения, а еще и целенаправленно их выполнять по просьбе инструктора. Семен так профессионально, можно сказать, уже владеет уроком верховой ездой. Мы занимаемся давно, мы занимаемся в январе прошлого года ипотерапией. Вообще он в седле, так помаленьку его сажал с полутора лет. То есть вы сами, наверное, любите себя? Я когда-то сама занималась, да. Какие вы успехи уже замечаете у своего ребенка? Мы начали заниматься в основном из-за нарушения координации движения. Для укрепления у нас была сложность, нам нельзя нагрузку на суставы, в то же время надо укрепить связочный аппарат суставов. Вообще связочный аппарат, мышечный корсет создать. А подобрать упражнения в таком случае очень сложно, даже при занятиях обычным ЛФК. Плюс ограничение физической нагрузки. Ну вот, как вариант была ипотерапия, и плавание пламя, мы не пошли из аллергии. Вы посоветовали или вы сами знали об этом? Да я сама знала, я видела, что такое ипотерапия очень давно еще, когда она только-только начиналась. Вот, когда она была практически только на московском патроне. Ребенок с вами делится своими ощущениями после занятия? Что он рассказывает? Поделитесь с нами, пожалуйста. Ну, ему очень нравится. Для него это определенная душа, такая отрада определенная. То есть, в принципе, вы, наверное, советуете многим родителям все-таки попробовать ипотерапию, да? Да, причем не обязательно, когда даже какие-то серьезные, какие-то отклонения, вот как при аутизме, при... На прям многих вещах рекомендуется. Вот, например, при банальных сколиозах, при банальной дисплазии соединительной ткани. То есть даже не ребенку, а любому, в принципе, взрослому даже можно? В взрослым тоже можно. В взрослым она идет после инсультов, хорошо восстанавливается. Всегда, когда корректировка координации движения, вот корректировка согласованности движения. Екатерина, скажите, пожалуйста, какие показания и противопоказания существуют? Ну, противопоказаний, как таковых, немного. Есть абсолютные противопоказания. Это болезнь свертываемости крови, гемофилия, а также это остеопороз, ломкость костей. При этих занятиях, при этих болезнях занятия, к сожалению, невозможны. Также есть ограничения в занятиях для тех, кто имеет острый период в каком-либо заболевании. То есть воспалительный какой-то процесс, травма, именно острый период, когда они переходят в хронические занятия, возможно. Показания к занятиям на лошадях очень широкие. Если говорить о диагнозах, то чаще всего к нам приходят родители с детьми, которые имеют следующие диагнозы. Это церебральный паралич, это расстройство аутического спектра, это различные нарушения психолого-педагогические. Занятия проводятся с детьми, начиная от полугода. Для детей с ДЦП, для детей с расстройствами аутического спектра, чем раньше занятия начнутся, тем раньше мы получим эффект, и он будет лучше. Надо сказать, что ипотерапия не является методом, который может использоваться в единственном экземпляре. Реабилитация – это всегда комплексное воздействие. Как развить в детях чувство любви к братьям нашим меньшим и научить бережно обращаться с ними? Ну, конечно, для этого нужно регулярно посещать контактный зоопарк. Дети, живущие в больших городах, зачастую не знают, насколько прекрасен и разнообразен животный мир. Еноты, морские свинки, карликовые кролики, белки, африканские ежи, носухи, сурикаты – редко кто рискнет содержать этих животных в домашних условиях. Но благодаря контактному зоопарку можно в полной мере ощутить тепло и радость от общения с ними. Здесь можно не только протянуть к животному руку с лакомством, но даже войти в вольер и провести с представителями фауны столько времени, сколько захочется. Всех обитателей зоопарка можно кормить, гладить, брать на руки. Любой посетитель может изучить характер животных и их повадки. Сотрудники с удовольствием проводят экскурсии и рассказывают о своих питомцах. Наша экскурсия оказалась очень познавательной. А как она проходила, вы сейчас узнаете. Здравствуйте, Даниэла. Спасибо огромное, что вы нас пригласили к себе. Давайте мы совершим первое знакомство с этой замечательной лисичкой. Если можем, можно нам пройти? Конечно, добрый день. Фокси, место. Место, 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 место. Молодец. Такая игривая. Как ее зовут? Это черноборная лисичка. Зовут ее Фокси. Она совсем маленькая и только 5 месяцев. 5 месяцев идёт уж совсем. Совсем, да. Очень активная, потому что маленькая, естественно. Обычно они ночные зверяки, но так как она маленькая, она активная, грубо говоря, на протяжении час-полтора спит. И опять же, как маленькие детки. Уже, несмотря на то, что ей всего 5 месяцев, уже какой-то определенный характер она показывает, насколько я вижу. Самое интересное, что лисы, они очень интересны, когда их держат в домашних условиях. Чем? Они копируют всех, кого она видит. В данный момент она почему-то выбрала нашу носуху Люсю. Вот Люся, она у нас тоже очень активная, поэтому вот что делает носуха, то делает и Фокси. Она лазит по всей клетке в поисках приключений. Понятно. Ела, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, на ваш взгляд, именно контакт с животными, он необходим детям, взрослым? Обязательно. Почему вообще мы открыли данный контактный зоопарк? На это меня сподвигла моя дочь, двухлетний ребенок у нас, Настенька, для того, чтобы она привыкла к самостоятельности, во-первых. Во-вторых, чтобы она любила зверей, чтобы она стала добрее, потому что и так у нас в мире очень все, ну, очень хорошо. Вот, что дает, есть даже такое уже научное доказательство, анималотерапия, тем, что когда приходишь, вот вы даже до сегодня зашли, энергия, энергетика, да, восстановится все, намного вот приходишь здесь и расслабляешься, да. А потом идешь, опять же, во внешний мир и опять же загружаешься проблемами. А здесь вот животные, к сожалению, мне так кажется, к сожалению, они берут все, всю плохую энергию себе. Мы поэтому и делаем разные акции для детей, инвалидов, для детей с разными болезнями, потому что детки здесь именно, когда их трогают, развивается больше мелкая моторика. Ой, кусается. Скажите, пожалуйста, в домашних условиях, наверное, в квартирах сложно все-таки держать лисицу. Наверное, все-таки в доме это возможно. И вот к детям, как все-таки вот лиса относится к детям? Сейчас она маленькая, да, естественно, вот она очень игривая. Когда она подрастет, она чуть-чуть успокоится. Мы как и люди, но дома держать лисичку, вот в квартире я никогда не посоветую, потому что в любом случае ей нужно гулять, ей нужно развиваться, ей нужно бегать. Мы с ней гуляем 2-3 раза в день, по часу, по полтора, именно для того, чтобы она находилась на улице. В квартире ей будет мало места и будет не те условия, не совсем комфортно ей будет. А вот если в доме на земле, почему бы и нет, можно содержать, но лис обязательно нужно брать в маленьком возрасте, как бы 2-2,5 месяца. Если вы приобретаете большую взрослую лисичку, там в районе 3-4 месяцев, вам будет сложно уже ее приручить к себе, потому что она уже привыкла к новым людям, к своим людям, к своему хозяину, к своему запаху. Поэтому это будет намного все сложнее. Данила, скажите, пожалуйста, наверняка посетители, детишки, которые приходят, они делятся с вами своими чувствами, эмоциями после посещения, после общения с животными. Расскажите, пожалуйста, что вам больше всего запомнилось именно от детских эмоций? Мы уже работаем практически год, да, с 1 октября. И самое запоминающее, это был практически месяц, мы всего лишь работали. И пришла девочка, инвалид, она была, но она стала инвалидом не с рождения, а потом. И она не разговаривала на протяжении 5 лет, я, к сожалению, не знаю, как ее зовут. И они ходили, ходили, и у нас здесь раньше были еноты. Она подошла к этой клетке и смотрит на них, и такая, ооо, енотики! Я, честно, как бы не обратила внимания, потом мне мама начала плакать, мы попытались ее успокоить. Она говорит, у меня ребенок не разговаривает 5 лет. Вот, естественно, вот этот случай, конечно, он нас очень сильно поразил. Да, детки все в восторге, детки все и родители, и дети, да, вот всем нравится, потому что здесь у нас такие животные, которые нравятся и малышам, и взрослым, да. Но вот этот случай, он больше всех меня поразил, конечно. Что ж, ну, с Фукси мы познакомились, давайте теперь пойдем знакомиться с остальными. Пойдемте. Даниэла, расскажите вот про енота, вот об этом. Это енот-полоскун, зовут его Пьеро. В данный момент я его угощаю бананами, потому что он любит сладкое. В природе это самые большие мусорщики. У нас еноты, это самые большие шелунишки, потому что что они делают? Они лезут в карманы, они лезут на голову, им очень нравятся мелочи, им нравится все. Очень часто заходят они, вот у нас Гриша и Мальвина, когда заходят к ним посетители, открывают сумки, достают ключи, документы, все-все-все как бы замечательно. А наш Пьеро, он более добрый. Но почему? Потому что он живет один. Если бы здесь было бы два енота, то он бы себя вел так же, как и наша парочка. Даниэла, можно мне попробовать? Да, конечно. Лапками, да, лапками, молодец. Очень хороший енот, да. Лапками, лапками, молодец. Мы его не дрессировали, а когда вот именно говоришь, лапками, лапками, тогда он начинает понимать, мы дрессировкой не занимаемся. Как бы я считаю, что это издевательство над животными. Расскажите, это же дикое животное, его можно содержать дома? Или не рекомендуется? Вот по моему личному мнению, я бы никогда не держала енота дома, но вот у нас Гриша, это домашний енот. Он находился в доме на протяжении... Здрасьте, маме. На протяжении 7 месяцев. Его отдали сюда, в наш сиопарк. Почему? Потому что дома енот, он разносит всю квартиру, он открывает все двери, он может... В природе они открывают ракушки для того, чтобы он достал оттуда пищу, да. Дома, естественно, он открывал и форточки, и поэтому хозяевам уже стало жалко и страшно за енота, поэтому его уже отдали сюда, в зоопарк. Если дома содержать енота, то обязательно ему нужна клетка, вот как минимум таких размеров, а меньше не надо, ему будет уже некомфортно. И опять же, стоит не забывать, что енот чаще всего активен ночью. Ночью он будет более активен, чем сейчас днем. Почему у нас сейчас енот активен? Вот мы уже заметили, что он активен до 2 часов дня, с 2 до 6 он спит, и в 6 он опять просыпается. Ну опять же, плюс-минус там полчаса. За каждым животным у нас закреплен опекун. Не за каждым. К сожалению, у нас есть такая функция опекунства над животными. Почему? Для чего это нужно? Вот многие посетители приходят, и не один раз, и естественно, они хотят как-то помочь нашему зоопарку. Вот у нас опекают сурикатов, шиншилл опекают компания Маус, Гриша опекают те люди, у которых он находился дома, нашего лори, Мусю опекают, и харькову сейчас взяли под опекунство. Как бы хотят, мы только за, и опекунам у нас вход в наш зоопарк всегда открыт. Как бы в любой момент они могут прийти и посидеть у своих именно животных. Занила, расскажите, как у вас появился вот енот перо? Мы купили енота, да, енотов, это мальвину и перо, потому что я очень давно хотела енота держать дома, но я это прекрасно понимала, как бы очень много информации, что енотов держать лучше дома не надо. Они классные, ну, согласитесь, да, они прикольные. Поэтому первое животное, которое вот у нас было в списке, кого мы купим, это был, естественно, енот. Но они очень контактные, они же всегда, даже в природе, они живут всегда рядом с людьми, и они нападают целыми стаями на дом, и начинают этот дом весь разносить, как бы доставать все, что им хочется, а что не хочется, они к любому тоже достанут и заберут с собой, а вдруг пригодится. Это самые большие воришки, шалунишки. Питание у них, в принципе, несложное, да, как бы вот в данный момент я его кормлю сухой корм премиум класса для собак, но его много тоже давать нельзя. И фрукты, овощи, творог всегда у них тоже должен быть, потому что, вот видите, он у нас уже жирненький, но жирненький он сейчас стал летом, готовка к зиме. Потом зимой они всегда сбрасывают свой вес. Хотя питание у них не сокращается, как бы меньше мы их не кормим, но вот такой у них рацион питания. Естественно, мы с Пьерой тоже гуляем на улице, потому что как бы нужно свежий воздух, он замечательно одевает шлейку, и идем по Одинцову гулять. Как люди реагируют, когда видят на улице енота? Вы знаете, по-разному многие там скрывают свои эмоции. Ой, енот-енот, как будто это каждый день я вижу. А так чаще всего пытаются подойти, пытаются первым делом их накормить. Вот с кем бы ни гуляли, нужно сразу же их кормить. Но пища, которую приносит с собой посетители, мы никогда не разрешаем с собой брать еду, потому что, во-первых, рацион питания, во-вторых, чтобы не было перекорма, и, в-третьих, чтобы не было... Мало ли, люди разные бывают, они могут и отравить животных. Это очень опасно. Рассказывали историю о том, что они работали в паре с Мальвиной, и она отвлекала, а он воровал. Да, воровал постоянно, у них было больше здесь, больше, чем здесь полочек. И что делал? Мальвина постоянно подходила к посетителям, и у меня такая хорошая, такая классная, трогайте меня, кормите. А енот в это время открывает сумки, забирает документы и лезет на верхнюю полку, прячет между ног и сидит такой, а я ничего. И самое интересное, что никто не замечал, мы говорим, сумка открыта. Посмотрите, все ли на месте. Они даже один раз открыли сумку, и там была булка в сумке, они открыли булочку, да, как бы именно мусорщики захотели поесть булочку. Естественно, мы у них отняли, потому что булочки им нельзя, сахар, да, как бы. Им можно лакомство, но только собачье лакомство, вот есть шоколадки, но не очень любят. Больше всего они любят творог, бананы, яблоки, виноград, арбуз, дыня. Мы именно даем такие фрукты, которые по сезону. Вот сейчас арбуз, вы бы видели, что творится, когда они кушат арбуз. Суньки, брызги, все. А когда мы их купаем, раньше мы их купали здесь, в зоопарке. Это была самая ужасная идея, которая вообще возможна была, потому что в воде было все. А потом я его стала забирать домой, купать, потому что, ну, честно, жалко зоопарка. Вы смотрели программу «Один совет». В следующий раз мы встретимся через две недели. И вы узнаете еще больше полезных советов от специалистов нашего родного города. С вами была Мила Тарасевич. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и до новых встреч!